В таком расширенном составе члены территориального самоуправления первого микрорайона собрались, чтобы заслушать отчет председателя совета. В работе заседания приняли участие представители городской администрации, депутаты и общественность. В своем докладе Полина Сергеевич отразила деятельность актива в 2013 году. Микрорайон номер один отделен от центральной части Лобинска, поэтому работы очень много, признается председатель. За отчетный период часто приходилось проводить своеобразные субботники, очищать от мусора улицы, леса, посадки, пустыри. Много сил и времени уделялось благоустройству. В этом большую помощь оказывают депутаты. За что, пользуясь случаем, Полина Сергеевич их поблагодарила. Совету микрорайона один помогают наши депутаты. Была оказана помощь транспортом, подвозу ПГС для грядирования дорог на дачах индустрия, строитель по улице Шаумяна, кирпичный завод. Чагаев Игорь Олегович оказал помощь многодетной семье Назаровых, когда сгорел дом на дачах индустрии. С тройматериалами также он помог детской площадке на МТФ, песком депутаты помогли поселку Прохладный, тоже для детской площадки. Оказывали помощь в житейских проблемах. Были выделены перчатки, мешки на субботники. Также участвовали в поздравлении наших ветеранов. Совет первого микрорайона часто встречается с жителями квартальных комитетов. В собраниях и сходах принимают участие представители городской администрации и депутаты. Вместе обсуждают наболевшие вопросы, ищут пути их решения. Жители просят отремонтировать дороги вокруг пушного рынка. Говорят и о необходимости освещения улиц. Геннадий Родников, исполняющий обязанности заместителя главы города, пообещал активу микрорайона. Все просьбы и пожелания не останутся незамеченными. Специалисты возьмут их на контроль. По поводу взаимодействия власти с микрорайонами, я на своем опыте могу что сказать. Такое взаимодействие с первым микрорайоном есть. Мы достаточно плотно работаем и достаточно хорошо работаем с председателем микрорайона. В общем, квартальных знаем, председателя домовых комитетов знаем. Двери у нас всегда открыты. Есть ли что-то, где-то, чего-то у кого-то есть. Никто никогда никого не выгнал, не прогнал. Телефоны работают, сотрудники вежливые. Все вопросы принимаются и до руководства доходят. Квартальные поддержали доклад председателя. Общими усилиями за год было сделано очень много. Сегодня продолжается работа с населением по вывозу ТБО. Санитарный порядок возле придомовых территорий – одно из приоритетных направлений в деятельности ТОС. Работа в квартале, тем более на окраине города, очень нелегка. Но мы справляемся, проводим субботники, стараемся улицы содержать в порядке, хотя это и окраина города. Жители нашего квартала также помогают проводить субботники, наводить порядки в квартале и вообще оказывать помощь в работе квартального комитета. Своё мнение о работе актива первого микрорайона высказала председатель Совета депутатов Вера Захарова. В своём выступлении она подчеркнула, проблемы ещё есть и они вполне решаемы, если действовать сообща. А в целом деятельность ТОС оценена на высоком уровне. Я вот об этом микрорайоне всё время думаю, что он самый перспективный в развитии. Хороший у вас микрорайон, замечательный у вас орган территориального самоуправления. В конце собрания Полина Сергеевич рассказала о планах Совета микрорайона на ближайшее время. Сейчас начнутся месячники по уборке придомовой территории, также центральных улиц, по белке деревьев, по косу сорной растительности. Микрорайон очень большой, квартальные все сейчас идут, будут выписывать предписания, стараются работать с людьми, чтобы наш город был чище и красивее. Антон Литвиненко, Игорь Исаков, телекомпания «Алабам».